Всем привет! В моей мастерской работают две торцовочные пилы. Одна большая с пропилом 300 мм и протяжкой, а вторая маленькая с пропилом 100 мм. Причем это самая ходовая пила, она отработала уже 12 лет, но сейчас она неисправна. Ну а поскольку нужно работать, начал придумывать, как выйти из положения. Поскольку торцевать на каретке и на циркулярной пиле длинные детали неудобно, то я сделал вот такой вот торцовочный ящик. Устройство совсем примитивное. Основа лист 10 мм ДСП размером 0,5 мм на метр. На основу привинчены две стойки высотой, по-моему, 60 мм. Сделано это для того, что на приспособление я устанавливаю как и маленькую циркулярную пилу, так и пилу побольше, чтобы не делать два ящика. То в то время, когда я использую маленькую пилу, я на стол ложу еще одну накладку, также из 10 ДСП, и на нее ложу полоску ДВП. Таким образом накладка у меня не режется пилой. Еще иногда ложу вот такой вот упор, который упирает деталь. Значит, сама направляющая сделана из сосны, выбрана четверть, и четверть пропитана горячим парафином. Это сделано для того, чтобы хорошо садзило, и в отличие от масла на парафин так не налипает пыль. Углы собраны в полдерева, причем два угла собраны на клею, а два на саморезах. Это сделано для того, что по мере выработки направляющей я буду иметь возможность разобрать, профрезеровать заново и придвинуть. Поскольку я делал это на скорую руку, я использовал дерево. Но лучше использовать алюминиевый угол И. В этом случае потеря глубины реза будет меньше, потому как у меня потеря 9 мм. Из-за относительно большой толщины. Чем хороша эта конструкция? Ну, во-первых, цена и невысокая трудоемость. Имея в мастерской циркулярную пилу и потратив час времени на вот такое приспособление, можно получить практически и полноценную торцовку, причем с возможностью иметь рез, который даже превышает рез протяжных пил. То есть направляющую можно сделать длинную и резать и 500 мм. Кроме того, можно иметь и правый, и левый наклон. Ну, с правым понятно, наклон пилы в эту сторону. А левый? А левый достигается просто разворотом пилы и пилением на себя. Почему так? Скажем, когда приходится торцевать длинномер, там, 5-метровую доску, то иногда очень неудобно доставать ее с этой стороны и вставлять с другой. Проще развернуть пилу. Ну, безусловно, стоять надо не в плоскости пиления. Кроме того, направляющая поворачивается. Причем поворачивать ее можно не только на угол 45 градусов, как это предусмотрено у обычных торцовок. Ее можно вывернуть на гораздо больший угол. Для этого она должна быть просто длинной. А чтобы каждый раз возвращать ее точно на место, вот здесь у меня предусмотрена точная регулировка. Здесь венчан длинный саморез с широкого угла, который при помощи отвертки я могу немножко вращать, подстраивая угол 90 градусов. Поэтому каждый раз, возвращая направляющие на место, я попадаю на угол. Ну вот, раз зал вроде все, сейчас еще покажу действие. Кстати, интересный факт. Пильный диск имеет всего лишь 5 напаек, обороты 5 тысяч. Но тем не менее, режет он довольно-таки легко. Правда, чистота риоза хуже, чем у диск с большим количеством напаек. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотел сегодня рассказать. Если у кого есть вопросы, пишите, пишите комментарии, делитесь моим видео и добавляйте его себе. Ну, а также подписывайтесь. Обязательно, потому что пропустите самое интересное. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И до встречи на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok